здравствуйте у меня вам надо громче говорить потому что мы общаемся для всех не не богу не мужу не семье вот сейчас на сейчас нет сил служить ситуация в семье такая что сын болен психическое расстройство мдп случилось год тому назад и позиция мужа была не укладывать его психушку я умирала там от тревоги страха и мы его положили он сказал нам сын не простит он действительно не простил со мной не общается он общается с мужем сейчас у сына новый приступ и в семье ну то же самое посмотрите вот смотрите то есть бывает карма сверх тяжелое когда люди в прошлой жизни кого-то убивают насилуют что-то делают жестокое то судьба в этой жизни жестоко обращается с ними как бы судьба не обращалась все это можно пережить но только разница заключается в том что нужно больше усилий прилагать для того чтобы победить судьбу вроде бы я как бы нормальной жизнью живу уже много лет молюсь там и все прочее но три года подряд вот не в этом году а до этого три года подряд меня были очень сложные испытания я уезжал на месяц в святое место и по восемь часов молился каждый день молился молился и тяжесть она не уходила и потом постепенно таяла 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 и уходила ваша единственная обязанность сейчас это духовная жизнь нужно четыре часа молиться в день оставить больше остальные остальные обязанности вставать пораньше просто молитва отношения с богом и постепенно карма тяжесть вот этой жизни она будет таять ваша жизнь начнет таять можно только молитвой просто вылечить вашего сына но лучше привести к нам центр и попробовать ему прочистить психические каналы или заочно полечиться то есть лучше конечно использовать помощь здесь ну как-то пытаться помогать как как это на сайте на нашем torsnov.ru все написано как чего можете подойти к моему помощнику но вы не услышали первую серию ответ это означает что вы настроены только на помощь это значит что вы не хотите сами себе помогать обычно так и бывает люди которые живут жутких страданиях сами себе помочь не могут и не хотят я бы на вашем месте не думал о том чтобы лечиться а думал о том чтобы просто сделать то что я сказал молиться молиться думать о святости и постепенно груз судьбы растает станет меньше просветление начнутся у вашего сына у вас вы же тоже сейчас как тумане живете потому что у него туман означает неадекватность а ваш туман означает депрессия разницы никакой нет здравствуйте это будет последний вопрос потому что наше время уже приходит к тому чтобы начинать лекцию не но вы спрашиваете да где складываются отношения с девушками я не вижу вас надо здесь здесь как найти свою любовь как прийти к этому еще раз я вас как-то не четкая речь еще раз спросите я не знаю к чему хотите прийти я не расслышу не складываются отношения с женщинами с девушками как подготовиться как найти свою любовь ну а как вы строите эти отношения вы знакомитесь с девушками конечно знакомлюсь а как они вам отвечают но чаще не вступают в отношения не вступают вообще отношения то есть вас как зовут алексей меня зовут света да а меня галя галя да а в меня вася не вступают из этих джентльменной удачи познакомиться в туалете решил отношения только дружеские то есть на больше не переходит не расстраивайтесь не волнуйтесь вы находите таком состоянии сознания в котором очень трудно видеть женщину вам надо учиться видеть женщину не хотеть счастья от нее и любви что вы уже очень устали от одиночества вам надо не думать о своем счастье любви от женщины а нужно учиться видеть в ней личность и заботиться о ней но это не самое главное что я вам хотел сказать самое главное заключается в том что мужчине чтобы вообще начать семейную жизнь перед этим нужно совершать аскезы должен стать очень крепким понимаете у вас очень эмоциональный характер эмоциональный слабый характер женщина тоже такой же характер имеет зачем ей нужен еще и эмоциональный мужчина нужно совершать аскезы вставать под ледяную воду поститься делать физические упражнения подвергать себя лишениям жизни старанов вставать молитву читать и так годика два не думать о женщинах вообще просто погрузиться в духовную жизнь да ваш характер станет крепким вам не надо будет думать о том чтобы познакомиться с кем-то девушки будут сами на вас обращать внимание вы будете видеть как они смотрят на вас вам несложно будет познакомиться им даже не имеет значения для них как лицо выглядит у мужчины им имеет значение качество вот смотрите сейчас я проведу опрос девушки не замужем вот если парень очень сдержанный сильный характер спокойный доброжелательный чуткий заботливый решительный и вы даже толком еще не разглядели его лицо кто из вас готов с ним познакомиться поднимите руку смотрите уже сколько девушек подняло это не проблема девушки даже не знают еще лицо но если они знают что такие качества у человека они готовы познакомиться у вас нет таких качеств вам надо их выработать с помощью аскезы внутри вот вот чем на вам надо заниматься вам не надо думать о знакомстве сейчас надо думать о работе над собой спасибо спасибо вам что вы слушали по мужски и мужской разговор был вы способны выслушать это хорошо вы убегаете с лекции а а а хорошо хорошо а а